Соучредитель компании Blockfire Саймон Дэддич думает, что биткоин вырастет до 150 тысяч долларов в новом булране. Но самый масштабный рост, по его мнению, ожидает VeChain. Он верит, что именно этот проект покажет самый большой рост в предстоящем булране, и он вырастет до 1 доллара. Это будут невероятные 14 тысяч процентов прибыли. Вы готовы к такому? Я уж точно. А здесь могла бы быть реклама, но я скажу лишь то, что спасибо за вашу поддержку просмотрами и лайками. Меня это очень зажигает на создание новых видео, которые я выпускаю каждый день. Поэтому не забудьте поставить лайки под это видео. Так сказать, 2000 лайков за проезд. А меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. В 2017-2018 годах VeChain рос как на дрожжах, попав в топ-15 криптовалют на CoinMarketCap перед дальнейшим значительным падением. Далее все только ухудшилось, когда проект пострадал от хакерских атак в 2019 году. Тогда было украдено токеновед на сумму более чем 6,5 миллионов долларов. Учитывая множество партнерств, которые были заключены проектом в 2020 году, можно ли предполагать, что данная криптовалюта готова к полному восстановлению? И самое важное, можно ли разбогатеть на VeChain в будущем? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно точно понять, что такое VeChain и что этот проект ожидает в будущем. В конце видео я дам свою личную ценовую цель для этого проекта. VeChain это блокчейн-платформа, разработанная для улучшения эффективности управления цепочками поставок и оптимизации процессов в бизнесе. Задачей VeChain является отслеживание этих процессов и сделать использование времени в бизнесе эффективнее. Простыми словами, с помощью технологии распределенного реестра DLT, VeChain упрощает ведение бизнеса. В сети VeChain используются два токена, VeChain VET и VTOR VTHO. VET это главный токен, который используется для денежных переводов в сети VeChain, а VTOR используется как топливо для этих транзакций. В белой бумаге проекта сказано следующее. Нашей целью всегда был и остается создание надежной и децентрализованной платформы для бизнеса, потока прозрачной информации, эффективного сотрудничества и высокоскоростных денежных переводов. Все это происходит в реальном времени, а все параметры, связанные с товаром, постоянно контролируются. Это позволяет улучшать обслуживание и контроль качества. Технология блокчейн, уверены разработчики, может решить все информационные проблемы бизнеса, а также вернуть все права на информационную и интеллектуальную собственность своему владельцу. VeChain распространяет свою деятельность на различные бизнес-процессы, такие как хранение, транспортация и снабжение. Платформа VeChain может использоваться для отслеживания качества, аутентичности, температуры хранения и доставки товара от отправной точки до получателя. Для достижения этой цели VeChain использует радиочастотную идентификацию объектов, которая передает ключевую информацию в сеть VeChain. Позже по необходимости к этой информации могут обращаться уполномоченные и заинтересованные стороны. Производители-покупатели таким образом постоянно находятся в курсе событий онлайн. Более того, VeChain сама становится производителем оборудования для радиочастотной идентификации. Например, она производит радиочастотные чипы и NFC. Это очень большой шаг вперед для бизнеса, который постепенно понимает потенциал использования VeChain. За пару лет VeChain заключила около 30 многообещающих партнерств. Среди них такие громкие названия, как DNVGL, PricewaterhouseCoopers, WalmartChina, BitOcean и BMW. Самое крупное партнерство, позволяющее VeChain добиться своих целей, это, конечно же, PricewaterhouseCoopers, сокращенно PWC. Второе по размеру партнерства – это WalmartChina, ритейлер, который уже начинает использовать блокчейн VeChain для отслеживания поставок продуктов питания. Целью сотрудничества являются сами покупатели, которые с помощью этой платформы могут следить за качеством еды, которую они покупают. Покупатели смогут отсканировать специальный QR-код на продуктах, которые продаются в Китае, чтобы понять, как именно и из чего именно они были изготовлены. Платформа VeChainTor – это публичный блокчейн, предназначенный для массового принятия бизнеса. Как мы уже говорили, у него есть два токена – VET и VTHO. Транзакции в децентрализованных приложениях, работающих на блокчейне VeChain, будут использовать VET. Именно этот токен и доступен для публичного инвестирования. Токен VTHO известен как VTHO Energy. Он используется для обеспечения транзакций на VeChain, и по факту стоимость этого токена равняется стоимости проведения транзакции. Это очень похоже на пару ETH и GAZ-NEO. Система с двумя токенами была разработана для эффективного управления и для облегченного понимания разработчиками экономики экосистемы VeChain. Блокчейн VET позволяет работать на консенсусе доказательства работы, в то время как VeChainTor использует консенсус доказательства полномочий. В таком протоколе стать валидатором транзакций достаточно сложно, а заслужив эту роль, стоит беспокоиться своей репутацией, чтобы ее не утратить. Это обеспечивает эффективность и скорость, но немного жертвует децентрализацией. Но вопрос с потерей децентрализации VeChain решили следующим образом. Владельцы токенов VET без авторизации, но которые имеют миллион токенов на кошельках, обеспечивают 20% всех голосов в сети. А владельцы токенов с авторизацией и с таким же количеством токенов ответственны за 30% голосов. Кроме двух токенов в сети VeChain есть два типа мастер нодов. Первый тип это административные ноды. На данный момент в сумме это 101 нода, которые ответственны за подтверждение транзакций. Но система отличается от биткоина, где все ноды должны проголосовать за подтверждение транзакции. VeChain не разрешены анонимные ноды, и чтобы стать мастер нодой, придется раскрыть свою личность. Второй тип нодов в сети VeChain называют экономическими. В белой бумаге написано, что такие ноды не производят записи блоков и регистров, а используются для контроля работоспособности и стабильности сети. Эти ноды позволяют получать пассивный доход в токенах VTHO за выполнение некоторых условий. Придется держать от миллиона до 15 миллионов токенов VTH сроком от 10 до 30 дней. Также стоит упомянуть, что китайское правительство поддерживает блокчейн-технологии. И эта поддержка может оказаться большой канистрой с топливом для токенов VTH, так как VeChain это китайский проект. Давайте перейдем от фундаменталов к прогнозам. Wallet Investor, делающий прогнозы по разным криптовалютам, на самом деле настроен крайне пессимистично по отношению к VeChain. Они уверены, что Саймон Дэддич категорически не прав в своем прогнозе, что VeChain будет стоить 1 доллар. Согласно их прогнозу, цена VeChain упадет до 0,006 доллара уже через год, а спустя 5 лет потеряет 45,5% от актуальной на сегодняшний день цены. TradingBeast дают достаточно нейтральный прогноз, что цена токена VeChain окажется в диапазоне от 0,01 до 0,02 доллара. Учитывая то, сколько он сейчас стоит, это явно не те проценты, которые люди здесь ждут. CryptoRating.com прогнозирует, что цена VeChain может достичь около 3,5 центов в 2021 году. На это повлияет потенциальный интерес со стороны крупных институциональных инвесторов, а также и улучшение ситуации с регулированием цифровых валют в будущем. Остальные прогнозы, ребята, намного-намного позитивнее, даже оптимистичнее Саймона, о котором я говорил в начале этого видео. Смартериум, веб-сайт, который регулярно обновляет прогнозы для криптовалют, верит, что цена VeChain может вырасти вплоть до 75 долларов под конец 2023 года. CryptoGround прогнозирует рост цены VeChain до 2,5 долларов под конец 2020. Они настолько оптимистичны, что даже прогнозируют более 4 долларов в 2021 году. Тим Дрейпер, легенда Силиконовой долины и известный инвестор, является фанатом криптовалют. Два года назад он стал частью команды VeChain. Об этом написали сами VeChain, которые подчеркнули, что их взгляды на будущее криптовалют и блокчейн решений совпадают. Я думаю, что это очень показательно, потому что Тим Дрейпер навряд ли бы согласился стать частью команды проекта, который не имеет шансов на жизнь. Но с многообещающим проектом с большими перспективами он с удовольствием бы стал партнером. Все эти прогнозы, которые я перечислил, конечно, находятся где-то за пределами актуальной цены VeChain. Впрочем, как по мне, VeChain хорошо себя показывает с марта этого года, несмотря на медвежье настроение на рынке. Если команда продолжит развивать партнерство с большими компаниями, то рост проекта не заставит себя ждать. Так что же может произойти с VeChain на протяжении следующих лет? Лично я настроен оптимистично по отношению к VeChain, причем уже достаточно давно. А причина этого оптимизма очень простая. Цепочки поставок это один из самых больших компонентов в блокчейн-индустрии. Когда я думаю про способы использования блокчейна, первыми на ум приходят несколько вещей. Первое, очевидно децентрализованные приложения. Второе, игровая индустрия, конечно же, или как это сейчас модно называть, гейминг. Я считаю, это очень большая сфера для блокчейна, которая будет развиваться по экспоненте в грядущие годы. И на третьем месте по размеру использования для блокчейна оказываются цепочки поставок. По моему мнению, VeChain в этой сфере делает намного больше и лучше остальных, и это доказывается большими партнерствами с крупными в этой сфере компаниями. А это означает, что сами компании верят в VeChain и блокчейн-решения для цепочек поставок, которые этот проект создает и развивает. От отслеживания поставок вина до идентификационных технологий. Это и морские перевозки, использующие блокчейн, и даже трекинг медикаментов. Я анализировал множество криптовалютных проектов, которые занимались и занимаются цепочками поставок, и хочу подытожить. Эти проекты либо чрезмерно фокусировались на одной задаче, например, отслеживании производства, либо они пытались быть важнейшим элементом управления поставками, то есть добиться максимума в этой сфере. Первые создают что-то одно, а вторые создают целые системы и платформы, которые являются многофункциональными. Я прогнозирую успех именно таких криптовалютных проектов. Я верю, они принесут больше прибыли, потому что их функциональность более гибкая. Это можно назвать чем-то вроде диверсификации функциональности. И VeChain идеально подходит под это описание. Если вы компания, и вам необходима система контроля управлением бизнесом, то обратитесь в VeChain, и их платформа найдет вам решение. По моему мнению, VeChain станет королем индустрии поставок, и вот почему я такой оптимист по отношению к этому проекту уже несколько лет подряд. И поэтому я соглашусь с прогнозом Саймона, хотя он и кажется нереалистичным. Как по мне, VeChain это проект, который вы точно не хотите упустить. Но теперь ваша очередь, а что по-вашему случится с VeChain в будущем? Какие курсы для токена VET вы прогнозируете? Пишите свои комментарии внизу под видео. Я надеюсь вам понравилось это видео, если это так, то почему бы не поставить ему лайк и не подписаться на канал? А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok